Здравствуйте, возлюбленные! Вы смотрите телепередачу «Влияние». На телеканале «Импакт». И с вами сегодня мы ведущие. Я пастор Виктор Музычук из Сакраменто, MC Church. И имею честь и привилегию, что со мной сегодня в студии. Здесь пастор Алексей Ледяев из Риги. Новое поколение. Поэтому мы верим, что сегодняшняя передача, она послужит ответом на многие вопросы. И, конечно же, наша цель – стать нам в благословение. Поэтому, пастор Алексей, спасибо, что вы здесь оказались в Америке, в солнечном городе Сакраменто. Тепло у нас, жарко. Ну и самое главное, что я верю, вот эти дни посещения, они станут огромным благословением. Добро пожаловать на телепередачу «Влияние». Огромное спасибо за приглашение. Здесь как дежавю. По-моему, где-то лет 10-15 мы были здесь. И, как мне показалось, это первая локейша нового поколения в Сакраменто. Так что, как бы, все реки текут в море, а потом возвращаются туда. Да, кстати, в этом здании, действительно, много лет назад, когда начиналось свое служение церковь, новое поколение, они именно были в этом здании. Поэтому, ну вот, все соединено, все переплетено, конечно же. Хочу сказать, что почему пастор Алексей здесь именно в Сакраменто, хотя есть много причин, одна из причин, что мы пригласили его, чтобы он провел служение и цель служений – благодарение за веру. Почему именно благодарение за веру? Потому что 30 лет назад, 1988 году, когда мы впервые пересеклись, и я открыто говорю, хотя я никогда не был в новом поколении и не являюсь в новом поколении, и пастор Алексей у нас не был в служении, но Бог дает нам чуткость, понимание, разумение, что Он ставит людей в определенную позицию. И я верю, абсолютно верю, что это Бог, независимо от мнения других людей, что Бог вас поставил первопроходцам дверью для того, чтобы началась новая волна служения на постсоветском пространстве. Я помню, это был 1988 год, нам прислали песни, песни из Риги, потому что будет евангелизация. Ну, может, не все горели евангелизацией, но мы в то время, это же чудо, будет евангелизация в Риге. И вот наш тогда молодежный хор, около ста человек, пригласили в Ригу на первую евангелизацию, евангелизацию, и мы пели эти песни. Он здесь пели, врывается в город. Я думал, вау, какие классные песни. Но я сам по себе такой человек, люблю энергию, люблю громкость, люблю свет, ну, Бог создал меня таким. И вот тогда, когда впервые мы приехали, и я помню, мы были вот на этом служении, и я уже не помню имя спикера, который говорил, проповедовал. Питер Луэнс. И вышла девчонка наперед покаяться. Без приглашения. Без приглашения. Вот этот момент, он как будто был печатью в моей жизни. Грешники каются. И я вот увидел впервые, что Бог избрал вас как дверь. Как дверь для того, чтобы вошел вот этот новый, ну, вот новая волна, новый вот дух движения на постсоветское пространство. Поэтому мы действительно пригласили вас, чтобы выразить благодарность. Не критику, не унижение, не показать на какие-то недостатки, а действительно сказать спасибо пастор Алексей и Ольга, конечно же, что вы, ваш дом, ваша семья стали дверью. И может многие это никогда не скажут, и не признаются. Но я абсолютно уверен, что втихаря друг к другу. Они показывали кассеты, видео, слушали проповеди. Кто-то с целью может критиковать. Но многие, многие действительно с целью вдохновиться. С целью вдохновиться. Поэтому я вот эти моменты хорошо запомнил, когда мы только приехали. У вас, кажется, не было здания. Мы на ступеньках проповедовали, собирались. И я помню такой молодой человек, полон энергии, светлой. И почему-то внутри у меня, вот как Давид. Я не думаю, что Давид был очень, ну, таким, ну, скажем, может низким, как я, да ты, да мы с тобой. Но вот дух, вот этот дух, что пришла победа, пришел прорыв. Я верю, что Бог избрал вас. Поэтому огромное спасибо вам. Вам спасибо за честность и за объективность. Потому что очень часто в последнее время почему-то я не ищу того, чтобы, ну, был какой-то пиар-ход. Но есть справедливость. И есть в этом процессе работа человека, какая есть работа Божья. И когда видишь, что Бог совершал после развала Советского Союза, после того, когда эта тюрьма народов рухнула, когда люди вдохнули свежего воздуха, когда люди расправили плечи, оказывается, можно жить иначе. И на самом деле это был исторический период. Это был год, тысячелетие крещения на Руси. Ну, слава Богу, хоть такой повод нашелся, чтобы в Советском Союзе разрешили открыто проповедовать Евангелие. И самый прикол в чем заключается, как написано, мы ничего не имеем, а всех обогащаем. Вы представляете, мы в литеранском храме собирались, служение проводили там, нас выгнали оттуда. Мы год собирались на улице, вечерю, вечерю, под снегом, под дождем. Это просто... И в этот же момент мы решили со ступенек, вот как Золушка, оказаться вот в этом дворце, дворец спорта. Со ступенек, со ступенек улицы, войти в дворец. Дворец. Организовали, пригласили, три хора пригласили. Кроме вашего хора, еще было два хора. Отпечатали тексты, как вот, ты правильно говоришь, там, ой, какая работа была осуществлена. Я сейчас вспоминаю, думаю, что это мы или... Иногда, озираясь в прошлое, думаю, что да неужели? Да неужели это... Просто мы настолько были Богу посвящены, что мы забывали про себя. Мы просто делали все, что отвелело сердце. То, чего сегодня, по-моему, чуть-чуть не хватает этого. Деньги не считали, никто не говорил, что я устал или что. Ну, представьте, мы семь раз обходили этот дворец спорта. Семь. У нас пост был. И в понедельник вечером мы обходим и говорим, Господь наполнит Духом Святым. Мы наивные, вот такие простые и искренние, как дети. Мы верили, что это поможет нам. Потом мы вторник, среда, четверг. А в субботу, когда уже съезжались уже со всех краев, две тысячи людей. Можете представить, колонна, она замкнулась. Я хочу сказать, что пока съезжались, вот я вспомнил, мы же тоже приезжали. Гостиниц же не было. Нет. Какие гостиницы? Вот мы едем. Частный сектор. Частный сектор. Люди должны были принимать у себя на дому. Я помню, что мы приехали. Десять человек. Просто вот на полу мы там штабелями, штабелями вот ложились, спали. Вот я помню, нас целую толпу ребят привезли. И что интересно, люди служили по-настоящему. Среди нас был один парень, он тоже сейчас живет в Сакраменто. Но он уже в то время работал на работе на шахте. Ну и зарабатывал деньги. И что он решил? Он стихаря решил дать деньги хозяйке за то, что она приняла нас. Какая-то была обида. Она потом нашла, возвратила деньги и обиделась. Как вы так могли? Я вас приняла во имя Божье, а вы хотите мне за это деньги дать? И я думаю, вот вера. Вот это вера. А у нас сегодня условия должны быть другие. Сколько они заплатят? Возьмут ли меня на работу? Да. То есть вот все эти моменты. Я думаю, что вот это огромная разница. Но я извиняюсь, что перебил. Да, огромная разница. И представьте себе, такую организацию. Откуда деньги брать? Как столько людей пригласить? Я человек творческий. Я человек такой, поэт, романтик. Я люблю все большое, красивое. Но, по крайней мере, мы верили в духовные принципы. И представьте, в субботу, это уже седьмой день. Седьмой день, когда это мы, воскресенье начали вечером. Обходить. Обходить. И вот этих две тысячи людей, где начало вот этой большой колонны уже как бы слилось с последним человеком. Это просто кольцо. Образовалось. Семь раз. И мы шли, и чтобы мы не стеснялись, мы кричали на языках. На улице. На улице. Две тысячи людей. Мы шли. Мы верили, что это место будет освещено. Самое интересное, когда в пятницу мы обходили, к нам подошел тренер сборной Латвии по хоккею, у которых через две недели должен быть, должен состояться какой-то матч. Он выходит после тренировки со своим помощником и смотрит, что вы здесь делаете? Мы говорим, да здесь будет... Мы простые были, безбашенные. Я говорю, ну здесь будет евангелизация, мы молимся. Говорят, а за нашу команду вы могли бы помолиться, чтобы мы победили? Виктор, ты не представляешь? Да, конечно! Как называется там? Динамо, что ли? Я не помню, как. И мы говорим, друзья, мы будем молиться не только за евангелизацию, будем молиться за эту сборную по хоккею Латвии. За победу. За победу, да. Самое интересное, что Бог, вот желание боящихся Его, Бог исполняет. Первое, что пять тысяч, сегодня иди собери пять тысяч. Там, ну с голодухи, наверное. Конечно, это контраст, это рухнул железный занавес, люди как жаждущие, битком забитый зал и прослужение чуть попозже, но через две недели, когда мы смотрели этот матч, команда, за которую мы молились, она победила. Мы уверовали в силу молитвы, что Бог отвечает не только молитвы за больных, отвечает на молитвы за грешников, даже за спортивные состязания и даже за хоккейные команды. Слава Богу. Пастор Алексей, я знаю, что наша сегодня встреча, вот беседа на прямом эфире, на телевидении, она многих интересует, чтобы мы были настоящими, честными, откровенными. Не секрет, что вы очень радикальный человек, вы необычный человек, хотя мы живы, и я могу сказать, до сих пор живы, сегодня нам кажется, что это не история, но если не придет Христос, и еще продлятся годы жизни, будут писать историю, вас запишут в историю, действительно пробуждение на постсоветском пространстве, я в этом абсолютно уверен, и действительно запишут, что это был такой пастор Алексей Ледяев, очень радикальный человек. Вопрос очень простой. Вы не жалеете о том, что вы весьма радикальный? Блажен человек, который не осуждает себя в том, что он избирает, не сожалею. Не сожалею о том, что пошли против системы. Не жалею о том, что вещи называли своими именами. Не жалею о том, что свободу возлюбили больше, чем рабство и социальное, и религиозное, и политическое. Не жалею, что в это приятное, прекрасное время реформации рождались такие прекрасные проекты. Сначала такие наивные, как вот Обочина, Вартимей, потом более серьезные проекты, как Кифа. Я благодарю Бога за то, что это вообще привилегия оказаться в его команде. Это не мой выбор. Это было избрание. И, конечно, кто идет впереди, гораздо тяжелее им приходится. Ну, наверное, карма моей фамилии Ледяев, это значит, мне надо эти льды было ломать и открывать навигацию. Но, когда ты видишь счастливых людей, когда ты видишь вот таких пять тысяч, вот таких открытых людей, видишь, как Дух Святой начинает работать, когда ты видишь, что вот эти все усилия тех людей, у которых вообще ничего нет, они на ступеньках собираются, офиса даже не было. И вдруг ты видишь такой праздник, пять тысяч. На покаяние огромное количество пришло. Столько исцеленных. Мы опередили эпоху, не знаю, лет на 15. Увидя то, что делает Бог и понимая, что это Богу так нравится, о чем жалеть? Дай Бог. 30 лет вашего служения прошло. 30 лет, как вы в служении. Да. Что, скажем, запомнилось такое самое яркое? Что вы пережили? Каких достигли результатов за 30 лет служения? В основе нашего движения три больших, серьезных, фундаментальных откровения, в которые мы верим до сих пор. Я считаю, главная заслуга нового поколения заключается в том, что мы не жонглировали откровениями. Вот. Сегодня верим в это, завтра верим в это, сегодня верим в освобождение, завтра не верим, сегодня мы верим в христианское правительство, завтра не верим. Когда я вижу, как быстро меняется одежда у современных церквей, мода приходит, традиции новые приходят, говорили на языках, ой, сейчас не надо говорить на языках, сейчас уже какая-то другая тема. Вчера верили в освобождение, в изгнание беса, сегодня не верим, я когда смотрю, да вы что так переодеваетесь быстро, кто за красных, кто за белых, как в том известном фильме. Достоинство нового поколения заключается в том, что те откровения, которые Господь дал в самом начале, они остаются фундаментальными и по сегодняшний день. Вы можете их назвать? Конечно, конечно. Первое направление из трех разных источников, это из Америки, из Швеции, это откуда-то, я не знаю, из Африки. Господь нам просто слово в слово, вот в самом начале, перед тем, как мы двигались, сказал, что церковь нового поколения имеет апостольское помазание и будет матерью тысячи церквей из разных источников. То есть, это направление, которое говорит о евангелизации, о росте церкви, о структурном строительстве, о репутационных центрах, ну и все прочее. То есть, о том, чтобы церковь росла, размножалась и наслаждались новой церкви. Первое направление. Второе. Очень глубоко Господь проговорил нам о восстановлении скинии Давида, о том, что поклонения, праздники поклонения будут самым мощным орудием евангелизации и преображения окружающего общества. У нас очень глубокое откровение о поклонении, о творчестве и о создании вот этой музыкальной площадки. Господь нам неоднократно говорил, что церковь это не кладбище талантов, а творческая лаборатория, где должны рождаться шедевры. И эти шедевры, они будут менять мир. Красота спасет мир, особенно, если она будет в руках Господа. Это второе направление, креативное, творческое. И третье. Господь нам очень глубоко сказал о возрождении царственного священства. Раньше это мы называли христианское правительство. Отчасти это в моей брошюре «Новый мировой порядок» было отмечено, что наш Бог политический Бог. Он царь всех царей. Он Господь всех господствующих. И поэтому задача церкви утверждать авторитет Иисуса Христа не только в сердце бывших наркоманов, пьяниц или каких-то еще, ну, вот этих грешников, но утверждать стандарты Царства Божьего на ключевых позициях государственной власти. И я абсолютно убежден, что церковь, которая должна принести реформацию в общество, она должна обеспечить возрождение царственного священства. Что это означает? Это означает активные гражданские позиции, активное участие в политической жизни. Представители церкви должны получать образование, идти в масс-медиа, идти в образование, идти в политические структуры и так далее. Короче, христианизация общества по вертикали. В это мы верили, в это мы верим по сегодняшний день. Если стоит вопрос, какие самые яркие переживания, самые яркие переживания, когда ты видел, что и в этом направлении были такие чудеса. Одно из них мы сейчас сказали. Это просто вот мы будем матерью церквей. И всякий раз, когда на сегодняшний день в движении нового поколения около четыреста восемьсот, четыреста восемьдесят церквей, половина почти сейчас уже мы как бы отработали, еще осталось пятьсот. И когда я вижу, как размножаются церкви, как в Украине, смотрю там, Андрей Тищенко собирает двадцать тысяч на стадионе только нового поколения. И они молятся. И это сейчас, вот в этом году. Вот в этом году. Но сердце радуется, когда лидерские конференции проходят в России и смотришь там по три, по пять тысяч людей, лидеров, пасторов. К сожалению, мне туда сейчас въезд запрещен. Шестнадцать лет. Шестнадцать лет. Это как будто отца изолировали от своих детей. Но тем не менее, я могу смело сказать, что я как мудрый строитель положил основание и положил фундамент пока мы были вместе в одном пространстве. А теперь каждый смотри, как строит. И я вижу, как приятно и грамотно строят вот на этом основании. И руководители, и пасторы нового поколения в Украине, в Белоруссии, в России. И для меня большое удовольствие, когда видишь вот такие стадионы, где идет молитва. Это круто. Что касается второго направления, для меня каждый раз это большое благословение, когда рождается очередной мегапроект. И вот Ковчег Завета, когда нам было 25 лет, это был на самом деле уровень Бродвея. Я думаю, что в новом поколении рождаются конкурентно способные проекты, которые могут в сфере шоу-бизнеса заявить о своих позициях, и это будет уникальный толс для того, чтобы проповедить Евангелие. Представь себе, когда воскресное утреннее служение на ноябрьской конференции, мы проводим форум Синема в Центральном кинотеатре города Риги. Тысяча человек в одном зале и еще во втором зале параллельно, кто не вместился. Такого никогда не было. И вот этот проект Ковчег Завета на огромном экране кинотеатра. Я сидел и восторгался. Рядом со мной сидел Ансел Мадабука. Он несколько раз на меня так как ты умудрился такое сотворить. Я про этого Дагона проповедовал. Я про этот Ковчег говорю. Откуда? В основании моего творчества откровения. Есть откровение, есть проект. И, конечно, если вспоминать про особенное благословение третьего направления, то это седьмой, восьмой, девятый год. Это когда на политическую арену Латвии вышла первая латвийская партия. Это партия священников. И при сотрудничестве с церквами мы достигли очень больших результатов. Поправки к закону. Подумайте только. Это не просто душа, это не просто исцеление, это защита библейских моральных ценностей на законодательном уровне страны. Для меня это огромное достижение. Будучи более 12 лет в Европейском Союзе, легализовать однополые браки в европейской стране практически невозможно, потому что там есть вот эта поправка. и я считаю, что церковь должна не только защищать, исцелять персонально кого-то из людей, а ответственность церкви защищать на законодательном уровне библейские стандарты. и для меня очень приятно видеть, что все, что рождается от Бога, это не бла-бла-бла-бла, это не просто пиар, это не просто какая-то там религиозная там рутина, а это реальная жизнь, которая меняется и преображается. Спасибо, пастор Алексей. Я вот, когда слушал вас сейчас и думал, может вас люди не понимают, потому что у вас абсолютно разный уровень, потому что может в данный момент кто-то нас смотрит и думает, о какой политике, о каких кинотеатрах можно говорить, влияние поправка к закону. Человек думает, мне бы хотя бы не болело в боку, и Бог коснулся меня, и я исполнился Святым Духом, и это Царство Божие на земле, как и на небе. И это тоже Царство. Но мне кажется, почему я вот эту мысль говорю, что когда люди вас не понимают, скорее всего, это не потому, что вы в заблуждении, а потому, что другой уровень призвания и влияния. И очень часто что происходит, когда человек другого не понимает, искренне не понимает, ему кажется, что если я не понимаю его, то он, то в заблуждении, а со мной все порядок. И мне кажется, что многие из христианского мира людей, и таких тысячи, если даже и не сотни тысяч, которые смотрят и думают, что за странный пастор Алексей Легяев, почему он орет, почему он кричит, почему он говорит о каком-то правительстве, политика, и нам кажется, нет, мы церковь отдельно, а вот государство должно быть отдельно. И вот это все мне напоминает вот то, что вы говорите, семью, семью, где есть папа и мама, и они думают о всей семье. Они думают, как деньги заработать, как двери закрыть вовремя, они думают, как муравьев всех потравить, чтобы дом не портили, и они думают, как пищу купить, положить в холодильник, а все, что делают дети, они открывают в холодильник, они не думают за счета, за место жительства, они не думают часто даже за уборку, они не думают, за экономику, они просто открыли дверь холодильника и говорят, нечего кушать, вот все, о чем они думают, а там холодильник полный, забит пищей, но вот в своем разуме они нарисовали какую-то картину, что они хотят, и если нету того, что они хотят, то папа плохой, мама плохая, пищу не купили, обо мне не позаботились, мне вот одежду эту не обеспечили, и им действительно кажется, что нечего кушать, я к чему привожу этот пример, что вот родители тогда, когда смотрят на таковых детей, они даже не знают, как реагировать, хочется просто вздыхнуть, иногда хочется выговорить, а иногда хочется просто сказать, помилуй его, Господи, потому что он не знает, что он делает, станет отцом, поймет, то к чему я веду мысль, вот взять, я действительно не политик, но все-таки стараюсь держать здравого смысла всего-навсего, вот взять нас христиан, мы говорим, мы не политики, зачем нам христианское правительство, но как только плохие законы принимаются, то мы говорим, Господи, что происходит, вот это беззаконие подымается, усмири их, давай скажем, мы часто кричим, мы против того, чтобы наши, скажем, люди служили в армии или, скажем, были полицейскими, зачем нам нужна, но только любая трагедия, мы говорим, а где полиция, где вот полиция вооруженная, почему они нас не защищают, мы говорим, но мы против оружия, я действительно присягу не принимал, и оружие в руки не брал, я действительно вот такой настоящий, правильный пятидесятник, но есть же здравый смысл с другой стороны, я могу не убивать, но оружие все равно необходимо, чтобы что? Говорить, мы сильные, у нас есть оружие, если вы будете переступать все нормы, то нам придется применить оружие, но я тоже в детстве применял оружие по отношению к детям, но оно называлось ремешок, это было оружие, что воспитание на моем уровне, и я веду мысль свою к тому, что может дорогие наши зрители, если вы сильно уже не понимаете радикального пастора Алексея, то может нам нужно всего-навсего посмотреть вначале на себя, почему мы не понимаем, почему, и к примеру, я веду дальше мысль, и мы продолжим разговор, я вот мысленно рисовал, а что если бы у нас было стопроцентное христианское мини-государство, все равно нам нужна бы христианская полиция, правда, но нам нужно было бы христианский суд, может нам нужны были бы христианские законы, потому что все равно среди христиан бывают безбожные люди, среди христиан есть воры, которые воруют друг у друга, и нам бы все равно пришлось бы судить, христианские нужны были бы адвокаты, судьи, христианская полиция, и возможно христианская тюрьма, нам все равно же это было бы нужно, то есть и вот из-за того, что очень часто нам не хватает здравого смысла, то мы говорим, это все не от Бога, ну как не от Бога, что тогда, политика не от Бога, армия не от Бога, слуга Божий не зря носит мельч, полиция не от Бога, здрасте, что госпитали не от Бога, законы не от Бога, а если что-то произошло, и мы в Америке здесь берем 911, набираем, чтобы скорая приехала, и вот когда она едет, включает сигнализацию, все должны растопаться, так это же закон, это же порядок, это же хорошо, это же благо, это же спасение другого человека, почему я привожу эти примеры, то есть я привожу от вашего откровения в реальную жизнь, что когда мы слышим откровение, мы думаем, опять пастор Алексей в каком-то заблуждении, но когда стоит вопрос реальной жизни, мы говорим, но-но, вы должны это делать, делайте обязательно, приезжайте скорее, полиция нас охраняет, закон нас охраняет, вот все это делайте, и это напоминает мне маленьких детей, что вот вы родители, вы делаете все, а как это должно произойти, нас это не интересует, вы родители делайте все, поэтому я абсолютно уверен, что то, что Бог дал вам, понимание, уровень, влияние, делайте, и со временем и нам дойдет. Конечно, абсолютно согласен с тем, что есть разный возраст, чем отличаются дети от взрослых, во-первых, дети ни за что не отвечают, и дети высказывают претензии к тем, кто за что-то отвечает. Всегда. Маленькая иллюстрация, когда у меня младшая доченька была еще не такая уж большая, как сейчас, мы поехали из дома на речку, мы живем возле Риги, я знаю свою дорогу, официальную дорогу, она говорит, пап, я знаю дорогу покороче, через лес, там тропинка, ну поехали, куда ехать, вот сюда, я еду туда, а теперь туда, поехал туда, а теперь туда, выезжая на поляну, везде деревья, а куда дальше, не знаю, Настюха, ты, куда меня завела, пап, ну ты же за рулем, ты сам должен знать, куда ехать. Вот в миниатюре приблизительно капризы, вот эти религиозные, они именно так и выглядят, давай туда, давай сюда, давай туда, а потом, ну ты сам же должен знать, куда ехать. Апостол Павел пришел в коринфянскую церковь, говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными, я с вами разговаривал, как с младенцами, и вам нужно молочко, а не твердая пища. К сожалению, вот, Евангелие спасения отличается от Евангелия царства именно тем, что где-то нужно молочко, прописные истины, читайте Библию, любите Господа и так далее. А вот Евангелие царства, это для взрослых, это когда ты понимаешь, что земное государство, это зеркальное отражение государства небесного, когда еще не было никакого человечества. Написано, Господь царствует, поэтому вселенная тверда и не подвигнется, основание престола его правда, конституция и суд. До тех пор, пока существует свободная человеческая воля, пока существует свободная воля Божьего творения, даже среди ангелов, Господь говорит, вот правила игры, а вот конституция, а вот суд, то есть прокуратура, суд не дьявол придумал, суд, судебная система, это компетенция нашего творца, почему, потому что сила государства не просто в конституции или что в этом государстве есть закон, в том, что есть защищенный закон, а у человека есть выбор, исполнять эти постановления или нарушать, если ты выполняешь, получаешь благословение в городе, в деревне и так далее, если нарушаешь, вступает в силу прокуратура и все судебные органы, это не человек придумал, это не придумал дьявол, это то, как устроено царство Божье, поэтому, когда дьявол решил там, как бы, за равные права провести какую-то акцию или революцию, стану равным Богом, равные права, Господь никогда никому не позволит из творения иметь равные права с Творцом, поэтому включилась судебная система в полном объеме, Михаил Архангел вышел и всех нарушителей закона выгнал, дискредитировал, и они упали на землю, поэтому, когда мы говорим об этих преобразованиях, когда есть откровения, когда есть параллели, так легко рассуждать. Если нету откровения, вот такие капризы, вот церковь отделена от государства, что за бред? Церковь это люди, и государство это тоже люди, политика это государственная структура, в которой люди, и церковь это тоже другая духовная структура, в которой люди. По какому праву мы должны сталкивать или отделять, разделять общество от которые находятся здесь, от людей, которые находятся там, это такие же люди. Они во Христе нуждаются точно так же. Если они грешат, они грешат по-дорогому, эти грешат в мире просто по-дешевому, а Христос нужен и тем, и другим. Он взвешивает царей и говорит, ты найден очень легкий. Это прописные истины. Я думаю, сейчас вопрос в другом идет. Меня знаете, что удивляет? Я не собираюсь сейчас излагать прописные истины об устройстве царства Божьего и земного государства. Почему Бог будет судить царей? Что он всем царям объясняет? Вы держите свою мысль, что вас вообще другое интересует. Я как бы снова попробую перевести все, что вы сказали простым языком. Господи! Нет, но все чудесно. Человек может думать, может они уже все, строят царство на земле, какую-то политику. Нет, мы действительно не строим никакого царства на земле, не проповедуем царство на земле. Мы идем все в небеса. Но простая истина. Вот я часто это со мной случается. Прихожу домой поздно, смотрю посуда. Ну, когда жены дома нету, и стоит вопрос, дети, вы почему не навели порядок? И они так смотрят на меня, а мне никто не говорил. Ну, а где здравый смысл? Ну, пока ты здесь живешь, наведи порядок. Ты отвечаешь. Это нормально, правильно? Завтра ты не будешь здесь жить, не будешь наводить порядок. Вот как я смотрю на то, о чем вы говорите. Пока мы здесь живем в городе, пока мы живем здесь на земле, порядок это наше благословение. Это хорошо, когда в городе не стреляют, не убивают. Это хорошо, когда полиция обеспечена, армия обеспечена, когда соблюдаются законы. Это то же самое, что вот мы пришли, помыли посуду, навели порядок. Конечно, да. И это не значит, что если мы навели порядок, то мы уже здесь на земле строим царство. Да никакого царства мы не строим, но пока мы живы, мы устрояем жизнь, чтобы при вот обеспечении города, кому? Нам было хорошо. Вот о чем, ну, на самом деле мы говорим. И вторая мысль, мы часто говорим, что, а зачем нужен суд? Суд должен привести нас к справедливости, к устройству, к гармонии. Матфея 23, глава 23, стих, говорит Иисус, что вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Мы часто говорим о вере, но я всегда говорю, мы должны верить там, где вначале была проявлена милость. И мы говорим, о, Господь наш милостивый. А что такое милость? Как мы можем оценить милость? Милость мы можем оценить только после суда, когда кто-то нам пришел и сказал, так, по справедливости ты осужден, ты заслужил 100 тысяч долларов штрафа. И мы говорим, вау, это что, мне смерть, я в тюрьму пойду, буду всю жизнь в тюрьме сидеть. А потом человек говорит, хотя ты этого достоин, но я проявляю тебе милость, я прощаю. И вот тогда мы думаем, вау, теперь я понимаю милость, вот чего я заслужил, я начинаю осознавать, чего я заслужил на основании суда, а мне проявили милость, я ему что, верю. Поэтому на самом деле, чтобы поверить в настоящего Бога, то вначале идет суд, потом мы понимаем милость, которую Бог нам явил, и мы начинаем что, верить в него. Поэтому без справедливости, без установления законов, без того, чтобы не царствовала справедливость, у нас даже веры не может быть. Но это так, немножко, чтобы было понятно, что мы не строим царство на земле, земное царство, политику, обогащение, материализм, это простой закон уборки. Просто навести порядок на том уровне, где ты можешь. Вот я живу в том доме, где я живу, и весной напротив, просто через дорогу, скажем, соседская идет дорога, там, где почту мы забираем, и, естественно, наши соседи не очень, которые верят в порядок, они приезжают, не те соседи, а, ну, не буду говорить, скажем, какой нации, какого, скажем, цвета кожи, и так дальше. Мусор, грязь, стаканы, и вот ты выходишь и можешь сказать, это не мое дело, это не мой огород, и это все правильно, но неприятно. Один день я собрался, взял большие толстые мешки, черные, такие твердые мешки, все вырезал, все вычистил, три мешка мусора и травы больших, и в этот момент приезжает моя жена, она говорит, конечно, кто кроме моего мужа еще может пойти, это вот было в этом году, пойти и убирать улицу, чужую, бесплатно, я говорю, да я здесь живу, я это не делаю для соседей, я не делаю для других, я делаю для себя, и пока я живу, и хоть я иду в небеса, и я духовный, но мне приятнее, когда вокруг меня порядок, мне приятнее жить, моим детям приятнее жить, но что самое интересное, после этого случая, сосед, который там рядом живет, ему же тоже было неприятно, что это не он мусорит, а вот такие, скажем, люди, которые намусорили, он начал дружить, подходить, я качал колесо, он прибежал, американец, прибежал с электрическим, таким специальным насосом, наговорит, накачай, я смотрю, интересно, приобрел, почему, а потому, что вот мы начали наводить порядок, я верю, вот в этом и есть суть того, что сказал Иисус, вы соль земли, то есть, если мы осоляем территорию, если мы осоляем соседей, не просто кричим, промаливаем, а идем и наводим порядок, то это что? Это приносит свет миру, согласен абсолютно, возвращаясь к теме суда, Библия же говорит, что суд – это дело Божье, это не дело человеческое или дьявола, в другое место говорит, если бы вы судили самих себя, вы бы не были судимы, это вообще тонкие вещи, что такое суд? Суд – это способность отделить добро от зла, плевелы от пшеницы, козлов от овец, это когда божественное отделить от какого-то демонического. Белое назвать белым. Белое. Это просто способность отделять законное от незаконного. И добро отделять от зла, добро благословлять, а зло просто выкидывать и наказывать. Вот это. И мы даже в своем поведении, там, ладно, без глобальных каких-то там, если кого-то это напрягает, ладно, ты поступил неправильно, ты разговаривал с человеком, и ты понимаешь, что ты хотел его унизить, но очень грамотно, очень тонко, рассказывая о чем-то подспудно, все же знают это. И ты понимаешь, что ты его унизил и оскорбил. Честный человек, он не просто рассуждает, он судит. Духовный судит обо всем. Отсюда все начинается. Ты называешь, что я здесь подло поступил, потому что я специально эту историю рассказал, чтобы показать, какое ты чмо, какое ты ничтожество, не то, что вот я, не то, что ты. Как помнишь? О, Господи, благодарю тебя за то, что я не такой, как вот этот или вон тот. Я лучше, он хуже. Совесть – это наш судья. И если человек живет по совести, совесть тебе четко распределит. Вот козлов туда, твоих козлов, а овец туда, твои плевелы сюда, а эти... Если человек внутри наводит порядок, он наведет порядок и снаружи. Когда ты рассказываешь про эти мешки и про этих соседей, это говорит о том, что из невидимого происходит видимое. Порядочные люди... Кто такие порядочные люди? Это люди, которые живут в гармонии с собой, и твой внутренний порядок, он будет обязательно трансформироваться в порядок внешний. Если человек засранец, извините за выражение такое, внутри, он вот в этой помойке будет жить и дальше. Ситуация в доме или в квартире – это внутреннее состояние хозяйки или хозяина. Потому что если ты... Ну, чистоплотный человек, ты не сможешь жить вот в этих ужасных условиях. Ты либо уйдешь оттуда, либо что-то изменишь. А представьте себе, что Бог святой, порядочный, Бог праведный. Поэтому мы все хотим на небо, что там хорошо, чисто, порядок. Нет, я как раз про что-то другое. Когда приходит Бог, под угрозой оказывается всякая непорядочность, всякий хаос, нечистота, мерзость и все. Потому что когда Бог приходит, обязательно, если ты вот эти мешки собрал вот на территории своего дома, если был... Ну, не дома, чужого дома. Чужого дома. Ну, рядышком. Представьте себе, если Господь реально приходит в город, и в городе градоначальник, мэр города, он вот видит божественные стандарты, он начнет в городе наводить такой же порядок, какой ты навел порядок на своей территории. Я верю, вот как Мардахей, я верю в таких Сидрахов, Мисахов, я верю в таких порядочных, духовных руководителей, которые будут мешками, которые будут бульдозерами, выгребать всякую нечисту и наводить порядок. Почему? Благословением праведников. Возвышается город. Возвышается город, да. Потом Бог говорит, искал я человека, который бы, ну, встал бы в проломе за землю сию. Дальше, говорит, Бог посылает ангела, говорит, иди и походи по улицам Иерусалима. И тех, кто воздыхает о нечестии и мерзости, которые творятся на этих улицах, поставь на лбу какой-то значок, кого Бог сегодня ищет, неравнодушных людей, не тех, которые срослись, вот с этим бардаком, вот с этим хаосом, а с теми, кто протестует и говорит, я уберу, меня это раздражает. Это неправильно. Когда я встречаюсь сейчас, и если уж опять по ступенькам идем к глобальным вопросам, когда я встречаю христиан, вот за последние две недели много было разговоров, да при чем тут политики, да при чем политики, главное, чтобы мы верили. И я смотрю и говорю, ребята, если бы победила Хилари Клинтон, это Ленин в юбке, вы бы сейчас все эти саммиты, все эти встречи, все эти конференции проводили бы в подполье, потому что у нее в программе была, извини, пожалуйста, по ее понятиям, безобразие – это церковь, хаос, мусор. И в ее программе недвумысленно было отмечено, что на пути к цивилизационной свободе стоит цитадель с отжившими, устаревшими понятиями, и это христианская церковь, которую мы должны задвинуть. У нее план был, как у Ленина. Я когда слышал, у меня просто уши вяли в Америке проповедовать социализм. Давайте богатство заберем у богатым и забудем отдать потом беду. Да это мы слышали уже. Если бы она пришла к власти, я думаю, здесь христианам не сдобровать. Было бы. И когда говорят, при чем тут полик? При всем. Кто стоит на капитанском мостике, от того зависит судьба корабля. И благодарить надо Господа вот за этого странного человека со странной прической. Клоун пришел. Да, слава богу, цирк хоть процветать начал. Как бы то ни было, это ответ от бога президент Трампа. Как минимум он лоялен к христианам. И христианам легче стало жить. За это можно хоть благодарить и понимать, что от них, от тех, кто находится сверху, зависит многое. Он наводит порядок. Вот эти мешки, вот этот мусор, вот эта вся дискриминация относительно церкви, он ее сейчас убирает. И второе, по какому критерию я определяю, что это божий человек, это его произраильские позиции. Это слава богу, что президент не против Израиля. Потому что никто не отменял этого правила, которое Господь дал Аврааму. Кто проклинает Израиль, того я буду проклинать. А кто благословляет, того я буду благословлять. Только за то, что этот президент посольство перенес из Тель-Авива в Иерусалим, признав, что столица, неделимая столица Израиля, это Иерусалим и никакая не Палестина, он вышел из ЮНЕСКО. Только потому Америка вышла из этой организации ЮНЕСКО, потому что Храмовая гора находится как историческая память под юрисдикцией ЮНЕСКО. Она защищает исторические памятники. И когда речь пошла, что однажды здесь мечеть будет разрушена и будет построен Храм. Соломон говорит, ЮНЕСКО не позволит Нитаньяху, говорит, до свидания. Когда Бог с нами договаривался, ЮНЕСКО еще не существовало. И когда я смотрю поведение и стратегию, политическую стратегию президента Трампа, Бог его будет так защищать, как ни одного другого президента. Только потому, что он не стыдится защищать церковь вроде всем прелюбодейным и лукавым и не стыдится благословлять Израиль. Так вот, я возвращаюсь к чему. Политика дела, и я благодарю Бога, что вокруг этого президента 130 или 140 священников американских, пасторов, пророков, которые каждый месяц собираются в Белом доме, они читают ему Библию, пророчествуют, благословляют. И вот эти христиане, слава Богу, что они есть, что они видят чуть-чуть дальше, что они просто видят Бога, ну, как царя всех царей и Господа всех господствующих. Поэтому я говорю этим людям, которые вот дальше носа не видят, благодарите Бога, что на капитанском мостике стоит правильный человек. Пастор Алексей, не секрет, когда вы впервые заявили свою позицию о новом мировом порядке, написали брошюру, что в христианском мире пошел шорох, ну, не в хорошем смысле слова, такие бунт, что все, куда пастор Алексей попал, в какое заблуждение, и по сегодняшний день многие, мне кажется, сторонятся вас как странного человека, непонятного человека, и мне кажется, все это потому, что люди действительно, ну, не вникли в суть и не изучили, ну, само послание, а вот эти резкие, ну, в глазах людей, я имею в виду, резкие заявления, новый мировой порядок, больше напоминает антихриста, нежели что-нибудь божественное, но, к чему я веду мысль, вот сегодня, вот, если кто-то нас слушает и общается, то можно так сказать, пастор Алексей самый нормальный, адекватный человек, и я всегда вот призываю, ну, всех нас, чтобы прежде, чем мы судили поверхностно, даже если что-то нам не нравится, что-то мы не понимаем, или как один служитель выслался, мой дух противится, ну, это не значит, что это показатель, потому что мы не можем дух какого-то человека, или мнение какого-то человека, а может, этот дух слегка протух, поставить, как светильник или мерило Божье, подожди, что получается, Бог свое слово, отодвинул в сторону, и взял дух какого-то смертного человека, который неизвестно в каком состоянии, или мой дух неизвестно в каком состоянии, и сделать это мерилом, или оценкой другого человека, ближнего. Это будет абсолютно, абсолютно невероятно. Вот я бы очень хотел, Виктор, чтобы вот те, кто нас слушает, и они, может быть, в контрах по отношению к этому откровению, я логичный человек, я уважаю божественную логику, я просто задаю вопрос, откуда произошло это откровение? Вообще это, как бы вам сказать, вызов не шведам, не Ульфу Экману, не богословам христианским, это вызов масонам и иллюминатам, которые пытаются выставить и готовить путь своему антихристу. Я заявляю, что новый мировой порядок или мировое правление, оно принадлежит тому, кто заплатил за этот весь мир. Кто платит, тот заказывает музыку. Но логика какая? Иисус Христос оставил великое поручение своей церкви. Как оно звучит? Иисус Христос сказал своему, своим апостолам своей церкви, идите и научите все народы. Секундочку. Все народы по миру. Крестя их, кого? Все народы. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Дальше. Уча их, кого их? Все народы. Соблюдать то, что я вам заповедовал. У меня вопрос, дает ли Господь невыполнимое задание? А если это выполнимое задание, и церковь исполнит свое великое поручение, научит все народы, крестит все народы и прославит Господа Иисуса Христа, вот на этой территории вот в мире порядок изменится или нет? Конечно. Так я про это и говорю. Сто процентов. Павтор Алексей, можешь ли ты поверить, что мы уже час ведем эфир? Да ладно. У нас осталось две минуты. Да ладно. Мне уже показывают, что все. Братья, заканчивайте. Возвращайтесь с небес. Давайте приземляйтесь. Пожалуйста, одна минутка нашим телезрителям твоего, скажем, заключительное слово. Хорошего, нормального, адекватного человека, но при этом радикального слова. И, кстати, 21 сентября, это буквально в пятницу в 7 часов вечера пастор Алексей будет служить у нас AMC Church Сакраменто. Вы найдете нас всегда в этом в Google. Наш адрес он будет служить на тему «Благодарение за веру». И воскресенье 23 сентября 18 год 11.30 утра в AMC Church Сакраменто он тоже будет служить «Благодарение за веру». Одна минуточка максимум. Пожалуйста. Уважаемые друзья, пользуясь такой возможностью, я бы хотел благословить каждого, кто нас видел, кто нас слышал, и вспомнить и пожелать каждому из вас то, что апостол Павел однажды сказал, оставивши начатки учения Христова. Давайте поспешим к совершенству и не будем снова полагать основания прощения грехов. Фундамент никто не меняет. Давайте теперь на этом фундаменте будем строить дом духовный, жилище, в котором бы обитал Бог. Я абсолютно, друзья, убежден, что Христос скоро придет, и он хочет прийти за той церковью, которая будет грозна, как полки со знаменами, потому что Иисус Христос, как жених, он хочет увидеть достойную невесту, которая по всем габаритам, которая по всем параметрам, которая по всей своей сущности могла бы быть достойна своего жениха. Я вас люблю, благословляю, и в завершении хотел бы еще пожелание сделать для каждого из вас. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось бы на всех язычниках. Поэтому желаю вам всех благословения Авраама и благословения через Иисуса Христа, которое Бог определил для нас. Люблю вас, благословляю, до новых встреч. Спасибо, возлюбленные, что вы смотрели эту телепередачу программы «Овлияние». С вами был я, пастор Виктор Музычук с Сакраменто и пастор Алексей Ледяев. Будьте благословены! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова